Весной у меня было видео о том, что шершни летают вокруг дома и ищут где бы им сделать кодло. А сейчас я близко подходить не буду, но вон там отверстие они прогрызли в стене дыру. Так это что, я должен подходить? Да, ты должен подходить, чтобы тебя... Просто покажи. Так, слишком близко, это уже близко, осторожно. Сильно, резко не шевелись. Он смотрит, подползает. Ух, они здоровы. Да, это еще, ну в общем, есть и больше. Главное не делать резких движений. Значит, это у нас было для отверстий для пеноизола. И потом, в общем, летом я заметил, что оттуда вылетают шершни. Как это произошло? Пеноизол поедают. А? Пеноизол поедают. Они вытаскивали кусочки пеноизола в челюстях и, наверное, его где-то выбрасывали. А там видно древесина вот рядом, кусочек дерева. Слушай, а ты ночью не думал их запенить? А они ночью живут полноценной жизнью, они не спят. Как я их увидел? Снимай меня. Видишь, я здесь. Я вот это окно, которое рядом было, но вы посмотрите в повторе, увидел, что что-то гудит страшное такое. Начал присматриваться... Трансформаторы взялись. Вроде не было трансформаторов. Да, ближайший трансформатор находится тут где-то больше, чем полкилометра. Я отойду подальше, потому что... Я отойду тоже. Потому что совсем... Они сейчас слабые и могут просто падать на голову в шершни. Уже осень. Так вот, они летели на свет и таким образом и гудели очень сильно. По 20 особей или около того. По 20 децибел каждый. Я даже не знаю, сколько они децибел выдают. Так что будьте осторожны ночью возле домика шершней, не светите фонариком, не делайте резких движений. Вот даже я в веранде, когда включал освещение, они летели через... Садились на стекло и хотели туда проникнуть. Так что очень опасная такая вот ситуация. Будьте осторожны. Если вы увидели гнездо шершней, не светите там ночью, днём не лазите и старайтесь не подходить ближе, чем на 2 метра. Не вступайте с ними в контакт. Да. А то будет весь... Как это? Контакт весь будет на лице. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Пока. Есть ли тут осы? Есть ли тут осы? Осы, вы есть?